Ольга Валерьевна, обозначьте, пожалуйста, еще раз для наших зрителей, из каких сетей сейчас состоит Восточный Союз? Восточный Союз на сегодня состоит из трех компаний-участников. Это группа Самбири, Дальний Восток, Приморье и Хабаровск. Это группа СЛАТа, Иркутск. И это Красная Ярость, Красноярск. А также мы, наш четвертый участник, мы подали ходатайство в Федеральную антималопольную службу для того, чтобы к нам присоединился четвертый участник. Это компания Командор. Какие-то сложности возникали после объединения, например, связанные с IT-структурами? Все-таки они у всех разные. Если да, то как их решали? Вы знаете, я думаю, что мы изначально предполагали, что занимаясь интеграцией таких разных больших компаний с большой историей, 15-20-летней, мы столкнемся с тем, что мы получим разные, по сути, решения, инфраструктуры. И мы, в общем-то, этот вопрос обсуждали, в том числе, так сказать, долгосрочные проекты, связанные с мастер-дата менеджментом, с внедрением интеграционных процессов, в том числе и в IT. Не секрет, что восточные розничные сети зарегистрированы только в мае месяце. Соответственно, мы только разворачиваем на сегодняшний день проекты, которые требуют несколько большего времени, чем сегодня, сидя в сентябре. Мы могли бы отметить, что сейчас, собственно, эти интеграционные IT-процессы находятся где-то в своей середине реализации первого этапа. Это поддержки единого окна работы с поставщиками, работы с нашими контрагентами, первой миле логистической, документы оборота, связанного с первой милей. Поэтому пока ничего нового того, чтобы мы не ожидали, и новых каких-то сложностей нет. А так это обычная ситуация, в которой действительно несколько совсем разных компаний с своей архитектурой, ландшафтой и мастер-данными объединяются друг с другом. И мы должны создать единый интеграционный контур сначала в виде быстрого решения, а дальше в виде, так сказать, выбора долгосрочных проектов по переходу на другие принципиальные бизнес-процессы, связывающие все компании едиными подходами, регламентами и, опять же, процессами реализации основных направлений, которые нам нужны для поддержки нашего как розничного, так и закупочного контуры. Какие-то болевые точки все-таки есть? Что, скажем, вызвало наибольшую потребность приложить вот туда усилие? Вы знаете, в интеграции всегда самое главное – это люди, команды, это коммуникация. Максимальное количество коммуникации нам необходимо потратить для того, чтобы объяснить людям, что мы делаем, почему делаем, отобрать лучших, лучшие практики, обменяться опытом, получить действительно аудит тех или иных бизнес-процессов для того, чтобы понимать, какая у нас на сегодняшний день база, как мы могли бы, обменявшись практиками участников, получить лучший результат быстро. Но это, еще раз, все технические вопросы проще, чем человеческие, потому что менталитет, привычки, собственный даже уникальный русский язык каждой из компаний рождает свою терминологическую базу, свое понимание тех или иных отчетов, взаимодействий, решений. И, конечно, прежде всего, именно работа с людьми и работа с командами – это, наверное, самый трудоемкий и тяжелый процесс на старте такого большого процесса консолидации регионального ритейла, который мы сейчас проходим. А получается у них не тянуть одеяло на себя каждому? Вы знаете, конечно, в силу того, что мы объединяем локальных чемпионов, компаний с большой историей и чемпионов в своем конкретной регионе, у каждой из компаний есть определенная защитная реакция, восприятие своего опыта как самого крутого опыта в своей территориальной зоне. И, конечно, в силу этого у нас очень бывают разные моменты, связанные с тем, что компании пытаются доказать, что не существует единственное решение того или иного вопроса. Но это процесс общения, процесс коммуникации, процесс узнавания друг друга. Поэтому для нас, конечно, это важно. То есть получается разруливать, да? Да, да. Смотрите, российские регионалы не раз уже объединялись в разные альянсы, там не у всех все заканчивалось хорошо. Хорошо, вот как по-вашему, что у вас должно стать залогом устойчивости? Как вы это для себя определили? Вы знаете, я в силу того, что у нас последние 7-5, может быть, даже где-то 10 лет вот история разного рода закупочных союзов. В силу этого определенный такой шлейф, а что такое закупочный союз, как они образуются, насколько их хватает, тянется в какой-то степени из-за нашей задачи. Но хотелось бы обратить внимание, что мы не реализуем в данном случае классический закупочный союз, когда объединились компании, у которых все разное. Есть одно желание осуществить совместную закупку большего объема того или иного товара для поставки в свои розничные сети. Мы находимся на таком долгосрочном пути консолидации локальных чемпионов в одну единую среду, в один мультирегиональный и мультиформатный холдинг именно в Восточной Сибири, Сибири целиком и Дальнего Востока. Поэтому мы двигаемся в сторону интеграции всех процессов. Стартуем, конечно, с как раз именно закупочной, маркетинговой части управления ассортиментом с переходом уже в категорийный менеджмент, управление форматами, оптимизация предложения для наших покупателей. Поэтому, на наш взгляд, все больше и больше интеграция, которую мы будем реализовывать из квартала в квартал, с объединением фактическим функций разных именно на платформе восточных розничных сетей, на платформе Восточного Союза, это залог того, что мы не просто один раз объединились и разбежались, а мы, по сути, из лучших людей, самых сильных людей в каждой команде, из самых лучших процессов в каждой команде, из самых лучших фишек, форматов в каждой компании, формируем единое целое холдинг Восточный Союз. А вот вы уже сказали о своих, ну, скажем так, планах, для чего создавался. Вот с мая что удалось сделать из всего этого обозначенного списка, который вы перед собой ставили? Я бы сказала так, что мы уже сформировали все базовые комитеты и рабочие группы во всех направлениях, от, конечно же, коммерческого блока, маркетинга, работы в направлениях логистики, IT, HR, во всем покрытии всех базовых бизнес-процессов. У нас на сегодня рабочие группы работают. Во-первых, уже мы начали и активно провели нашу первую конференцию для поставщиков в июне месяце, получили очень хороший отклик, так сказать, больше 700 представителей наших поставщиков участвовали в конференции. После этого мы проводили достаточно большое количество уже переговоров и коммерческой кампании именно в рамках консолидации и представления Восточного Союза как единого окна, ведь в силу этого уже с августа мы начали первые поставки в рамках договоренностей и контрактов Восточного Союза в наши компании, в региональные распределительные центры компании-участников. Мы находимся в такой очень активной фазе подписания ключевых для себя контрактов, причем как закупочных, так и в области поставки оборудования, в области совместных промо-активностей, маркетинговых инструментов, консолидируем маркетинговый инвентарь в наших магазинах. Все эти действия мы сегодня в этом направлении довольно сильно продвинулись относительно розницы, логистики, IT-направления. Мы уже прошли либо в процессе сейчас, как раз третьего квартала этого года, заканчиваем аудиты, как есть тех процессов, систем, опыта, которые есть у наших компаний. После проведения такого базового аудита наши коллеги, эксперты внешние, внутренние эксперты, общие комитеты формируют дорожные карты по внедрению изменений в компаниях, как коротких, так и длинных, и созданию, по сути, общей архитектуры решений в каждом из направлений, основанном уже на союзных задачах, а не только локально, каждой компанией отдельно. А как поставщики в целом отнеслись к тому, что сейчас договариваться, по сути, надо с одной большой компанией, а не с несколькими небольшими, относительно нынешнего масштаба, с которыми, может быть, можно было бы выбить более лучшие условия, чем, например, сейчас у них получится сделать? Как в целом отношения? Мне кажется, что вот эта вот мысль, сегодня она прозвучала как раз у нас здесь на World Food, на спленарной сессии, отжать, выбить. Мне кажется, что как раз большие мультирегиональные игроки, смотрящие на свой бизнес в долгосрочной перспективе, стараются строить долгосрочные отношения и совместное действие по повышению эффективности полки, по лучшему предложению для покупателя. С этой точки зрения, на самом деле, для поставщиков одно единое окно переговоров во всех направлениях, категорийный менеджмент, логистика, маркетинг, промо-активности, так сказать, работа с матрицей ассортиментной лучше, чем 9 зачастую переговорщиков, а у нас же не один формат у каждой из компаний, который до сих пор они привыкли получать и взаимодействовать. То есть в данном случае они понимают, что есть возможность совместного категорийного управления, так сказать, сетевой оптимизации, повышения эффективности предложений и доступности на полке. Поэтому, конечно, какие-то моменты, опасения и настороженность на первом этапе у тех или иных компаний есть, но кто более открыт, более проактивен и больше нацелен как раз на такой предпринимательский подход. С теми поставщиками мы уже очень активно продвинулись, они воспринимают эту инициативу только как плюс для себя. И в том числе, вплоть до того, что снижение собственных операционных затрат, которые они дальше тратили в большом объеме на много источников. Вы упомянули, что Вы создали комитеты, а как в целом Вы распределили вот эту операционную деятельность? То есть из каждой компании определенное количество людей, которые как-то распределены, за что-то отвечают, или как это строится работа, чтобы никого не обидеть? Мы создали единую структуру Восточного Союза. Там есть свои функциональные руководители, коммерческие директоры, руководители маркетингового блока, логистики, IT, HR, руководители подразделений розничных технологий или развития. И действительно, по большей части, это топ-менеджеры той или иной сети, в зависимости от того, где сформирован соответствующий центр компетенции. Мы действительно для обсуждения вопросов, для обмена опытом, для понимания и проведения, так сказать, комплексного аудита привлекаем как раз из каждой сети профильных функциональных руководителей в сами комитеты и рабочие группы. Но при этом еще раз хочу сказать, что коммерческий блок, маркетинговый блок формируется именно уже консолидированный, союзный, с конкретными руководителями категорийного направления, именно от имени союза. Действительно, я еще раз подчеркну, что мы стараемся максимально, именно на свои собственные кадры операции, это значит, что мы стараемся найти самых звездных людей изнутри у себя в компаниях, и именно их поставить на соответствующие позиции для решения общих задач Восточного Союза. Если говорить про форматы, в прошлом году особое внимание все бросили на hard-дискаунтер. Вы для себя как рассматриваете развитие этого формата, и, может быть, вы как-то планируете больше уделять ему внимания? Вы знаете, вы абсолютно правы. Мы живем с вами в стране, в которой с 2013 года происходит постоянное, к сожалению, падение реально располагаемых доходов населения. Поэтому само по себе давление на кошелек нашего покупателя, домохозяйство очень серьезное. В последнее время в силу всех перетрубаций ковидных мы видим еще и усиление инфляции. В силу этого покупательская способность с точки зрения, так сказать, единиц потребностей падает. И внимание именно на hard-дискаунтеры все больше и больше. Сами покупатели готовы к рациональному потреблению, к, может быть, более узкому выбору, но более низким ценам, которые предлагают наши магазины. Не секрет, что Восточная Сибирь, конкретно Красноярск, это, в принципе, родина hard-дискаунтеров. И сегодня в портфеле компаний Восточного Союза больше 60% в объектах этот hard-дискаунтер. Это самый растущий сегмент. Он в целом растет больше, чем двузначные единицы процентов в год. И мы понимаем, что потенциал именно этого формата с точки зрения развития самый высокий. То есть развитие в новых для себя регионах, развитие в своих собственных регионах мы как раз фокусируем именно на hard-дискаунтерах. Этот формат у всех был, да? Он у нас в разной степени зрелости. Где-то этот формат, там, уже ему, ну, там, 3-5 лет. Где-то совсем, так сказать, новые пионеры, можно сказать, hard-дискаунтеров. У нас Дальний Восток, в частности, это там первые шаги делают дискаунтеры Дальнего Востока. Поэтому как раз возможность обменяться опытом, практиками, логикой в hard-дискаунтере – это очень такая процессная, логистическая, очень такая четкая операционная модель. И вот обмен опытом именно в построении такой операционной модели очень важен для того, чтобы мы создавали, открывали максимально эффективные форматы как для покупателя, так и для, собственно, самого Восточного Союза. Как сейчас Вы оцениваете состояние конкуренции на рынке? То есть, как Вы отделяете, думаете ли Вы о каких-то новых способах отделиться от конкурентов, дифференцироваться от них? Как работаете в этом направлении? Безусловно, конкуренция из года в год только усиливается. С запада приходят и федеральные большие конкуренты с точки зрения закупочной силы, имеющие большое плечо возможностей взаимодействия с федеральными мультинациональными компаниями. Именно поэтому наша консолидация, на наш взгляд, дает возможность и нам, и поставщикам в рамках Сибири и Дальнего Востока сегодня уже быть компанией, которая занимает около 10% рынка. И именно для этой территории интересно и в плане консолидации и конкурентоспособности закупок. Конечно, при этом растет конкуренция и качество квалификации локальных конкурентов. Потому что сильные становятся сильнее, бизнес развивается. И для нас, как мультирегионального чемпиона, сфокусированного на своей аудитории, дифференциация от таких общих федеральных компаний очень важна. Мы работаем с локальным производителем, с вкусами, привычками, логикой формирования работы с матрицей именно нашего региона. С эксклюзивными и собственными торговыми марками, с специфическими предложениями в области импорта именно в Юго-Восточной Азии. То есть мы понимаем, что мы должны предложить нашему покупателю, во-первых, понимая его глубоко, правильную продуктовую линейку. С другой стороны, наиболее интересную с точки зрения соотношения цена-качество. И в том числе локальные фишки, которые мы понимаем лучше, чем любые большие федералы. Поэтому мы уверены, что мы можем дифференцироваться и от небольших локальных нишевых игроков за счет масштаба и возможности предлагать интересную цену. И от федералов структурой, матрицей, логикой. Ну и, наконец, в любом случае, каждый, кто приходит на наши территории, сталкивается с необходимостью выстраивания полноценной логистики первой мили. И работа с доступностью на совершенно другом уровне, чем это существует в Европейской части и Российской Федерации. А переходы под единый бренд в Апрежем не планируете? А зачем? Мы сегодня, я вам хочу сказать, как пример, наша компания Самвери и бренд Самвери занимает первое место с точки зрения так называемого индекса капитала марки. То есть там индекс около 4,4 из 5. Это просто top of the top. Это означает, что покупатели, наши уважаемые клиенты Дальнего Востока очень высоко ценят эту марку и ходят в магазины Самвери, считая их наиболее интересным, правильным, локальным представителем розничного бизнеса. То же самое, наши НПС наших марок в Красноярске и в Иркутске выше, чем любой федеральный НПС. Мы должны сохранять и фокусироваться на том, чтобы Net Promoter Score, на то, чтобы такой показатель, как рекомендация нашими потребителями наших магазинов другим, только росла и оставалась на этом высоком уровне. Нет никакого смысла всех переименовывать под одну гребенку, тем более, что расстояние между нами там тысячи километров. Мы должны очень бережно оберегать вот эту лояльность наших домашних рынков. Как дальше распространять такой базовый формат, как дискаунтер в других регионах, безусловно, мы там будем смотреть, на какой конкретно бренд мы будем переходить. Но придумывать еще какой-то общий, ну, так сказать, всех назвать Восточным Союзом нет никакого смысла. Это неправильное, небережное отношение к нашей существующей капитале марок и нашим существующим локальным покупателям. То есть, глобально говоря, покупатели пока вообще не заметили, что какое-то объединение случилось, вот с точки зрения покупателя. Купатели заметили, конечно, продуктами, то есть возможностями, новыми поставками, предложениями новых и хорошо знакомых, и новых торговых марок, которые успешный опыт одной сети мы можем быстро распространить на другие компании в разных совершенно категориях. Это уже происходит, уже, как я уже говорила, мы начали уже первые поставки. Мы стартовали единые промо-предложения, то есть на сегодняшний, буквально последние недели этого месяца мы запускаем как раз такие промо-активности. Нет ценовое промо новогоднее, также планируем запускать общее, и покупатели разных регионов в результате получат единую возможность поучаствовать в такого рода интересных предложениях сезонного плана для покупателей. Рынок онлайн в Сиберии на Востоке. Как с этим обстоят дела? Вы знаете, онлайн все-таки для нас не первый фокус, могу так сказать, потому что и логистическая инфраструктура в данном случае, особенно на всю нашу территорию требуется, достаточно серьезная дополнительно. И покупатель, в общем, в данном случае по-другому относится к скорости, к расстоянию, к времени объективно. Ситуация с проникновением онлайна реально ниже, чем в европейской части Российской Федерации. У нас есть онлайн-предложения, у нас есть ЕКОМовские свои предложения. Мы начали работать все в разных регионах с такими большими агрегаторами, как там Сбермаркет или там Деливери. Смотрим, оцениваем интерес покупателя к такого рода предложению. Но пока доля онлайна в еде, конечно, на нашей территории очень небольшая. Несмотря даже на все ковид-ограничения, именно в силу, так сказать, такой специфики привычек, особенностей, восприятия людьми и расстояния и времени. Если говорить про цифры, в прошлом году по совокупному обороту сети вошли в топ-10. В этом году как вы оцениваете? Вы знаете, мы минимум должны сохранить эту же позицию. Там она по-разному может оцениваться. Седьмая, восьмая, девятая позиция. И дальше усиливать наше присутствие, потому что разные у нас компании в топ-10 есть. Как такие активные консолидаторы типа наших топ-3, так и компании, которые находятся на перепути, как бы я сказала, с точки зрения дальнейшего пути и собственного развития, которые на сегодняшний день даже и стагнируют, как Ашан, например. Поэтому у нас есть все возможности, благодаря тому, что наш бизнес растет. Вообще, в принципе, если посмотреть Россию, в России консолидации, доли современной торговли в европейской части больше, чем в Сибири, на Дальнем Востоке. Россия в целом растет, или даже стаг, я бы сказала, на нуле где-то роста была целиком в ФУДе, а в Сибири, на Дальнем Востоке есть рост современной торговлей. А мы, как восточные розничные сети, растем еще больше, чем в Сибири, Дальний Восток. Поэтому, в общем, наша доля может только расти. И мы, безусловно, в топ-10 будем и дальше укреплять свои позиции. Вы сказали уже о Команторе, как о потенциальном участнике. А в целом интерес еще других игроков в рынках к Восточному Союзу есть? Да, конечно. Так как мы фокусируемся именно на Сибири, на Дальнем Востоке, значимые игроки этого региона интересуются тем, каким образом, в какой части они бы могли участвовать и взаимодействовать с нами. Мы понимаем, что нам это, так сказать, такой длинный путь. Нам нужно запустить и организовать все необходимые бизнес-процессы. И для того, чтобы быть готовым к дальнейшей интеграции возможных наших партнеров, мы не закрыты. Мы очень активно общаемся. И я думаю, что, так сказать, в среднесрочной перспективе будем готовы к тому, чтобы в наши ряды вступали другие компании именно нашего региона. Другое дело, что они должны разделять с нами логику интеграционные процессы, готовность в конечном итоге стать единым мультирегиональным, мультиформатным холдингом Сибири и Дальнего Востока. А вот вопрос по командуру. Это в какой перспективе примерно решение? Федеральная антимонопольная служба. Если бы мы были публичным федеральным ритейлером, мы бы вообще, так сказать, по этому поводу написали релиз, что в августе мы подали в ФАС ходатайство. Но, как известно, есть законы в определенные сроки. Они могут быть до трех месяцев рассмотрения, какие-то дискуссии по этому поводу. Поэтому мы ждем, наше ходатайство рассматривается. Будем надеяться, что до Нового года мы получим те или иные разрешения и сможем, так сказать, уже с наше взаимодействие с командором, нашим партнером сейчас Восточного Союза перевести на другую совершенно ступень уже участник. Вы уже упомянули, что онлайн не находится в числе фокусов, ну, по крайней мере, основных. Есть ли вот коротко основные фокусы на 2022 год? Ну, безусловно, на 2022 год наш фокус – это уже полный, если мы сейчас только начали процесс консолидации закупочной и коммерческой инфраструктуры категорийного менеджмента и маркетинга, сфокусировавшись на ядре, категорийном ядре, на базовых 12-14 основных категориях, то следующий год – это год полной интеграции нашей коммерческой службы, категорийного менеджмента, маркетинга и логистики первой мили, формирования инфраструктуры и общей архитектуры для дальнейшей консолидации уже 2023 года. То есть фокус такой. Конечно, прежде всего, мы создаем платформу для того, чтобы ассортимент, промо, ценообразование, предложение, так сказать, CVP-форматов стали наиболее интересными как в направлении дискаунтеров, так и в направлении магазинов удобства, суперсторов, proximity наших компаний. Вот это, наверное, наш фокус – закупочная платформа, инфраструктура и развитие, так сказать, customer value proposition наших форматов в компании участия. Спасибо вам большое, что вы нашли время и желаем вам удачи в развитии. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.